Ну что ж, дамы и господа, всем приветствуем. К обычной Дмитрию мы продолжаем катать в Викторию 2, точнее завершаем за уже Южноамериканскую Федерацию, которая появилась из Грэн-Парагвайя. Все как обычно. И к власть приходит Хосе Феликса Стегарибия. Он будет нашим своим президентом уже до самого победного конца. А именно до 1936 года. За это время ему предстоит отбить последнюю, пожалуй, территорию, которую надо бы взять Южноамериканцам. Это Гайяну, скорее всего, она станет полностью британской, будет совсем простенько у британцев ее отжать. Ну и посмотрим, может быть в Европе даже колониями обзаведемся, например, Португалию покусаем. Португалия кандидат самый видный, потому что у нее нет друзей вообще. И у нее пролетарская диктатура, с ней никто точно не захочет связываться. Мы готовы объявлять войну португезам. Объявлять войну за... Наверное, Ален Тежо. 50 очков, ничего себе. Дуру тоже 50. А вот это жесть. Вот это 16. Это 11. Ну, в любом случае, плацдарм нам понадобится в Португалии. Можно, кстати, США позвать на подмогу. Пусть. Хотя нет, наверное. США тогда сам своеверное вяжут. Я не буду этого делать. Паду сам. У нас тут и пехота, и танки чего-то только нет. А вот португальский флот дает нам прокататься. Это может привести к большим неприятностям. Германия просит пройти. Я ее пущу. Кадиский залив мы выиграли. Сейчас будет еще один батл с флота. А, нормально. Сейчас... А сейчас нифига не нормально. Все, Кадиский залив выиграли. Какие-то транспортные пароходы даже выжили в этой кровавой бане. Мы успеем еще людей пригнать. Португальское войск надо громить. Так, тут побреда наша. Объединяемся срочно, плывем к португизам в гости. Они сейчас мобилизацию ведь проведут. Будет совсем больно. Не, ну армия португальская, народная. Да, коль тут диктатура пролетариата у них. Мягко говоря, так себе. Пора брать Лиссабон. Я думаю, это все. Больше нам войск не надо тут. Просто походим, поосаждаем и закончим Португалию. Скорее всего... Ой-ой. Дарас Салам, это где? Тут у меня нет шансов. Вообще, что-то сделать. Бритахар, пожалуйста, пропусти. Засранец не пустит. Ой. Да, там у меня ноль шансов вообще что-то сделать. Все-таки я бы взял Дору, но... Видишь, не смогу. Не смогу взять Дору. Придется захватывать другие регионы. Макаронезию, наверное, чтобы по островам не плавать больше. Ну и в следующий раз там Гонконг, Макао и Дору. То есть три войны будет с Португалией. Даже с Салами, конечно, задницу не дерут мне. Ух ты, они сдаются. Лентежу и Макаронезию. Макаронезию. Давай. Все. Просто распространяем. Получаем плацдарм, чтобы не париться больше с португезами тут. Особенно. Останутся конорольни в Африке и... Восточный Тимур, по-моему, да? Называется. Это дело. Плюс Макао. Это все, что останется от португальцев. Нам с вами захватить в ближайшем будущем. Ну и забываем о том, что все-таки главная амбиция это отобрать у бриташки вот это вот. И почти сразу США нас зовет в войну за освобождение Новой Англии. Тут определенный замес произошел. Интересный. С одной стороны фрошку выключили в Великой войне, но с другой стороны освободилась Ирландия, освободилась Пруссия у Германии. В общем, жестко. И тут сразу новая Великая война. Начинается. Это уж какая? Третья мировая или четвертая? Сейчас посмотрим. Третья мировая война. Как вам такое? В 1916 году. Надо нам с вами разбираться с бритахой. Американцы, конечно, сделают всю грязную работу, но нам предстоит вести оборону, плюс захватить нужный для себя регион. Ну а между тем, не встретили пока никакого сопротивления со стороны бриташек. Если не считать даже салама того самого, что и портургезы нас там взяли и побили, и вот бриташки тоже. А что Цин делает? А, Цин против Цинхаи ему можно, в принципе, помочь. С Германией подружимся. Ну как помочь? Мы морально можем помочь Цину. Да и, в принципе, мы не можем особенно флотом тут баловаться пока, потому что с Британией воюем. Что-то поделить тут. Британский флот на каждом шагу плавает, поэтому держимся. Будем готовиться встречать непрошенных гостей. Три и шесть по бесчестью. Нормально. Мне нужна Гаяна, я ее получу. Фига себе, всю Канаду захапали американцы. А вот и со встряками экшончик начинается. Там что-то встряки высадились. Откровенно меня щадят, потому что не так много-то их. Здесь находится. И южноамериканские танки движутся. С Мексикой можно, в принципе, заиметь отношения. Почему? Нет. Ну а австрийцам совсем не повезло. В саму Австро-Венгрию мы по понятным причинам не полезем. Только взгляните, сколько тут народу. О, конец. А кто слушал, молодец. Или нет? Еще Австрия. А, Австрия еще есть. Спространить рабственный штат. Да, слушай, с Австрией еще продолжается война. А вот, господа, восстал Рафаэль Франко, которого вы так просили. Но на самом деле он был соцдемократом, а не каким-то там прям ультралевым коммунистом, как его в хоре выставили. Ну что ж, придется нам разбираться с дядюшкой Рафаэлем. О, коммунисты еще и в Лагуате. Чуть ли не бедуины какие-то бастуют. Вот как быть с Австро-Венгрией, не знаю. Так ни разу в своем опыте Виктории в такие глупые войны не лез. Поэтому не знаю, когда на Беляк сподобимся. Это же от США вроде зависит, да? Я могу, в принципе, сдаться им. Там, наверное, какие-нибудь будут бяки. Я потому что не хотел бы воевать. 1% счета, мы ничего не сделаем с Австро-Венгрией. Надо бы еще колонизацию заделать. Между тем, Эритария становится нашим протекторатом. И фактически первой с заколоненной ей провкой. Так, в мире, между тем, случился кризис. Люди голосуют, думают, за кого бы встать, кто в мире находится. На сторону Италии или же на сторону Франции. О, немцы с итальянцами готовятся. Выступить русские поддержат французов, ну а британцы, наверное, Германию. Хотя, может быть, и Францию поддержат. Не факт. Да, все-таки Германию. Это значит, что очередной замес может произойти в любой момент. Ирландия опасается нашей мощи. Трое уже толпа. Еще агрессивность поднимем. Ух ты, веселая воевашка все-таки случится из-за западной Македонии. Еще и меня позовут. Шикарно. Против Франции, получается, России, Бельгии, Голландии, Нидерландов, то есть и Греции. Не, ну я могу, конечно, согласиться. Лагиатор. Наш флаг украли. Опять будем в аутистской войне сидеть. На фражку быстро побьют. По идее. К нам приплыть не должны. Да, ну, итальянцы мощь, конечно, тут. 206 бригад накинулось. Сейчас вот эти 136 просто разметут. 300, блин, итальяшек. Ну, а к нам, конечно, гости прибыли. Кстати, можем тоже тут быть не выкомшитое. Забрать в Франции, допустим, кусочка у жира. Блин, третья и четвертая Великая Война протекают одновременно. Такая жесть. Ну, а итальянский настрой, походу, все. Что итальянцы как-то начали сдаваться. С Устовенгрией, поход, придется нам как-то договариваться. Кажется, мы под сотку счета сольемся сейчас. Ну, вроде как нас с вами эта война не должна коснуться, как прям полного краха. Но все равно будет очень больно. По всей видимости. Все, сотка счета. Вероятно, да. Кризис разрешился не в нашу пользу, не в пользу, точнее, моей стороны, за которую я топил. Но мы ничего, вроде, страшного не получили, да. Присоединение Западной Македони, Рейнландо, Бадена, присоединение Пьемонта, присоединение Дебруджи, Восточной Пруссии, Познани, Рейна, что они получат все регионы и безговорочная капитуляция у всех. То есть, мы еще и разоружение получили, где-то на 5 годков. Но ничего, ладно, укололись. Так, вот об две войны такие, не очень. Ну, как не очень, мы же вернули себе свою сладенькую территорию. Но какой ценой? Довольно большой, на самом деле. Но ничего страшного, это все-таки эжеза такая. И внезапно в 1925 году, пока мы готовимся к новой экспансии, переживаем унижение от разоружения, случаются злодеяния боксеров. Общество кулак во имя справедливости и согласия, или боксеры, как их называют. Китайское политическое движение, направленное на защиту Китая от европейской экспансии. Да-да, мы европейцы. В Азии так. Завершали массовое убийство европейских миссионеров и торговцев в Китае. И вместе с европейцами нападением подверглись и китайские христиане. Китайское правительство эти убийства, похоже, совершенно не волнует. Поговорят даже, что Цинское правительство поддерживает. Их это ужасно. Но мы нападать, наверное, на Цин не станем. Все, получили повод для войны с португезами. Можно объявлять, что мы нападаем на них, заберем Дору. Потому что это самый жирный региончик. Попробуем его захватить. Надо найти еще, распознать, где португальцы сидят. Максимально втащим. Так, бегом сюда. Втащим им. Далее предлагается союз. Ура, Победа. В Ко Имбру. Движутся португезы. Надо их разгромить окончательно. Да, просто вновь... А, еще десятка тут гулять. 14 даже бригад. И мы еще рискуем терять статус Великой Державы. Из-за всех унижений. Не можем до сих пор нормальное войско обучить. Надо бы еще шовинизма сделать. Да, Португалия уже сейчас сдастся. Так, новая цель войны. Наверное, заберем Гонкунг и Макао. Посмотрим, может быть еще что-то получится забрать по пути. На большее не договорюсь. 90 счета. Распространим рабство, коли у нас президентская диктатура. Получаем колонию в Китае. Эпичненько так. Получаем себе Мозамбик. Какая тут красивая граница. Но мы это исправим. Мы еще повоюем разочек с португезами. Может быть даже два разочка. К тому времени армия будет нормальная. Сможем быстренько разобраться. Но вот это вот фиаск с великими войнами. Зря я, конечно, влез. С этим всем. Война, кстати, между Австро-Венгрией и США до сих пор идет. Господи, наконец-то можно создавать свою армию и флот. Так что к следующей войне финальной в Сирии будем готовы. Началось масштабное бразильское восстание. В этом явно замешаны португезы. И мы их атакуем. У меня уже привился казус. Тут их подербанили. Поэтому мы сможем по казусу завоевания на них напасть. Без проблем. Напасть и уничтожить их. Так, ну и немцы еще хотят просить нас о вступлении в войну. Давай, примем. Господи, все, в ноль. Еще восстали какие-то буки. Примут предложение португальца, их больше не станет. Распространяем рабство. И все не потерпим мы. В Скандинавии уже вряд ли сможем навязать бой. Франция меня, скорее всего, не пустит. А флот, объединенный голландско-скандинавский, скорее всего, задаст нам своими жару. А в течение года вряд ли будет заключен мир. Так что, можно будет назвать это нашей подготовкой к будущему конфликту. Враги повсюду. Давай дадим последний бой, бой престижа. Как испанцы в переводе. Происпанно-американскую войну. Если уж. И ведем войну, то погибать будем с честью. С подзором просто все уступать мы не станем. Все. Это конечная дата игры. Потом нам покажут и расскажут, чего мы достигли. Ну, а мы достигли, в принципе, неплохого результата. Вот скомканная концовка получилась. Мы вступались еще в тучу великих войн. Вероятно, снова будем унижены и разоружены. Потому что Германия все, по всей видимости. Да, что тут еще получается. Нидерланды к нам притопали тоже все. У нас нет никаких шансов им противостоять. Из-за разлада в армии. Из-за беспорядочков в Южноамериканской Федерации. Которые еле-еле успеваем подавить. Поэтому шаткое положение. И, скорее всего, маршал из Тегарибия бежит из Южноамериканской Федерации. Требовать убежище. И кто-то другой будет спасать. Спасать Федерацию. Может быть, спасет. Не знаю. Поскольку, в принципе, силы для самообороны тут есть. И если не возникло бы никаких беспорядков. Прям масса. То, может быть, смогли бы что-нибудь сделать. Да, посмотрим. Что посмотрим. Напоследок. Я же населялку смотрел. Общее население чуть маленькое. Какое-то. 78 и 14 миллионов. Общее население. Такое себе. Думаю, наверное, все. Сохранили президентскую диктатуру. Мне казалось, что мы не сможем ее сохранить. Будут восстание за восстанием. Но нет. Это только под конец игры. Из-за некоторых не очень хороших решений. У нас получилось так сделать. А ведь неплохо мы смогли. Мы смогли в колонии. Мы заколонили, грубо говоря, Португалию. Заколонили Тунис, Саман. Тут кусочек. Мзамбик. Ну, Южную Америку объединили. Понятно. Броней и Макао. Так что неплохая такая империя. Шестая великая держава. У нас получается. Так. Провинция 284. Мужское взрослое население. 19-53 ляма. Фабрики 261. Грамотность 57%. Бригады 164. Боевые корабли 45. Президентская диктатура. Технологии 141. Изобретение 356. Лучшими, как ни странно, оказались русские. Потом Франция, США, Британия, Германия, Мы, Австро-Венгрия и Италия. Ну, а также отметились Китайская империя, Нидерланды, Япония, Дядька Султан, Персия, Бельгия, Ирландия и Шотландия, которые освободились буквально в этой серии. По идеологии, кстати говоря, реакционеров всего 11%. Больше всего либералов и социалистов. 29% и 19%, соответственно. Больше всего у нас, конечно же, крестьяшек. Чего тут рабочие, ремесленники. Рабов, кстати, всего 1%, несмотря на то, что у нас рабство как бы есть. Ну, а такое, видимо, капиталистическое рабство. Работай за еду. Так, ну все. Наверное, такая себе инфа. Подальше будет бюджет. Финальный 33 ляма, 608 военно-силы, 813 промышленность, 549 престиж. Выходим. И напоминаю, что чтобы вышел перемонтаж, я выдаю вот еще две недельки дополнительные, чтобы вышел перемонтаж с грустной историей возвышения и падения Южноамериканской Федерации, нужно набрать 5000 просмотров под каждой серией партии. Это, получается, надо еще под третий, под четвертый, и вот под этим финалом собрать столько же. И будет вам счастье. Выйдет перемонтаж, когда мы закончим секретную партию, которая стартует в эту пятницу. Там потом выйдут, получается, если наберем определенное количество просмотров за Южноамериканскую Федерацию, за Германскую Империю, и вот ту секретную. И плюс еще спецвыпуск. Спецвыпуск перемонтировать я обещал. Тоже выпустим. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, будут Метро. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok